Власти страны тем временем решают более глобальные вопросы, разбираются с неугодными оппозиционерами. В итальянском Сан-Ремо по запросу Киева задержан экс-депутат Верховной Рады от Одессы Игорь Марков. Тот самый, что недавно выступил одним из организаторов Комитета по спасению Украины, который так не понравился президенту Порошенко. Ему грозит экстрадиция на родину по обвинению в хулиганстве на митинге. История тянется еще с 2007 года и уже несколько раз суд вставал на его сторону. Соратники Маркова называют происходящее политической расправой. Подробности у Александра Лякина. Задержание в Италии бывшего украинского депутата Игоря Маркова неожиданно стало громким событием. Его обвиняют в том, что он разбил губу одному из активистов Украинской партии Свободы. Был это 8 лет назад в Одессе в День города во время открытия памятника Екатерине Великой. В стычке с приезжими с западной Украиной активистами действительно участвовали одесситы. Был ли среди них Марков неизвестно. Но ранее украинский суд уже дважды его оправдывал. Тем не менее, киевские власти объявили Маркова в международный розыск. Интерпол и полиция Италии со всей серьезности приняли этот запрос. За отелем, где у Маркова были запланированы переговоры с итальянскими общественными деятелями, следили целые сутки. И только потом арестовали экс-депутата, несмотря на то, что у него был дипломатический паспорт. И вот из-за этой чепухи его арестовали. И сейчас решается вопрос о выдаче его Украине. А чем грозит ему выдача? Да просто гибелью. Полторы недели назад экс-премьер Украины Николай Азаров и Игорь Марков сидели за одним столом на пресс-конференции, посвященной созданию оппозиционного нынешней власти в Киеве Комитета по спасению Украины. Там Игорь Марков сказал, что место Петра Порошенко на скамье подсудимых. А власть Киева назвал хунтой. Он принял активное участие в работе комитета, в создании комитета. Это он попал сразу же в список лиц, которые представляют с точки зрения так называемого киевского режима наибольшую угрозу. Примечательно, что преследовать Маркова начали еще до событий на Майдане. Лишали депутатского мандата, арестовывали. В 2013 году многотысячная толпа в Одессе, откуда он баллотировался в Раду, несколько часов держала в осаде местный суд, требуя освобождения депутата. В феврале 2014 года, после государственного переворота, киевская власть даже вернула Маркову место в Верховной Раде, надеясь на его лояльность и учитывая популярность в Одессе. Но Марков остался в оппозиции. А уже через два месяца после провокации горит Одесский дом профсоюзов, где гибнут десятки противников Майдана, в том числе и однопартийцы Маркова. Как известно, обвинения предъявили самим пострадавшим. Начались их аресты и преследования. Марков вынужден был бежать с Украины. Соратники оппозиционера по Комитету спасения Украины назвали это дело политическим. Они обратились к итальянским властям и к Интерполу с призывом не допустить расправы над Игорем Марковым. Комитет уверен, что нынешнее задержание и его возможные экстрадиции в Украину это политическая расправа над оппозиционером. Вне сомнения, это реакция киевской власти на появление нашей организации. Прежде всего, данный инцидент – выполнение требования так называемого президента Порошенко по отношению к активистам Комитета спасения Украины – порвать и уничтожить. А уже сегодня Комитет спасения Украины собирается провести пикет у стен посольства Италии в Москве, на котором активисты потребуют освободить украинского оппозиционера. Александр Лякин, Елена Кузнецова, Дмитрий Запарин, Первый канал.